Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Латиновым. Здравствуйте. Добрый день. Интересная такая новость. На азиатском континенте наблюдается дефицит женщин. Потому что по традиции Азии и Востока хотели очень мальчиков. Сейчас, когда возникла возможность делать УЗИ, то в принципе делают такие искусственные аборты. Вот это наше вмешательство в природу. Как вы к этому относитесь? Вот это я хотел вас спросить. Человечество развивается. В той мере, в которой оно развивается, оно все больше страдает. Потому как все, что мы развиваем, мы развиваем эгоистические наши возможности во всех областях нашей жизни. И получается, что мусевдат мусевмаков. Чем больше у нас знаний, возможностей, тем больше у нас страданий. К чему это ведет? К осознанию зла. Это самое главное. Когда я вижу, что все мои знания, все мои накопленные возможности изменить мир вокруг себя, подчинить его себе, это все во вред мне выходит боком. Мы видим это все на нашем мире, на нашем примере. Вы сейчас говорите о вмешательстве в природу нашим, да? Вмешательстве в природу и в свою собственную природу. Чего человек достиг особенного, что он влезает в свою природу. Допустим, мы будем жить вместо 50 лет 100 лет. Кто от этого будет счастливее? Я сегодня смотрю на своих внуков. Счастья особого я не вижу от того, что я наблюдаю, их развитие в том виде, в котором им дается, современным обществом. Ну, а так я буду видеть еще и правнуков. И еще дальше. Ну и что? Я буду видеть. Это мне ничего не даст. Я сам, я буду, допустим, вторую половину своей жизни ничего не делать. Чем не займусь? Так ведь? Буду получать какое-то пособие, буду сидеть перед ящиком, смотреть в него тупо и дремать, что человеку, какой есть толк ему от его долгой жизни. Никакой. Он и сам уже не хотел бы его, этого существования. Но расставаться с ним не может, эгоизм не позволяет. Так что мы видим, из всех наших, даже самых благих намерений, рождается, в общем-то, никчемность, пустота и депрессия, которая захватывает весь мир. И остается только лишь курить травку, принимать какие-то там антидепрессанты. А впереди это вообще пустота, когда не будет в тебе потребностей. Допустим, там народят еще полмиллиарда человек в Индии и полмиллиарда в Китае. Мальчиков. Не мальчиков, и девочек, и всех. Дальше что? Дальше что? Нам надо сначала задаться вопросом, создаем ли мы нормальные условия для того, чтобы наше поколение, будущее существовало? Готовим ли мы для них доброе общество? То есть вот так вот мы взяли маленькую такую новость, как бы, и вы ее перевели в глобальную. Для чего рождается человек? Я помню, когда я был ребенком, я ужаснулся услышать от ребят, которые были моего возраста, где-то в 8-9 лет. Они голодали. Голодали в то время. Но это был 52-й год, 53-й год. Это были очень непростые времена для России. И они говорили, мамка, зачем ты нас родила? Вот так. Какие прямые вопросы. Да, это было в Белоруссии, в деревне. Я это слышал, до сих пор я помню это. Зачем ты нас родила? Не видели уже будущего? Никакого будущего. Когда пусто в животе, и ничего не хочешь, только чем бы его наполнить. А сейчас вы говорите, другая пустота. Есть чем наполнить, допустим, живот? А сейчас, допустим, и есть чем наполнить. Но это все равно, это еще хуже. Потому что он без дела, он не у дела, никому не нужен этот человек. Как говорится, что сидели мудрецы несколько тысяч лет назад, две с лишним тысячи лет назад, и думали, кто счастливее, рожденный или нерожденный. И они постановили, что счастливее тот, кто не родился. Но если ты родился, то ты родился для того, чтобы уже выполнить свое предназначение. То есть достичь раскрытия Творца в этом мире, подняться выше этого мира в течение этой жизни. Вот тогда ты действительно реализуешь себя. А иначе, ты животное, нет смысла в твоем существовании. Понятно. На этом вы хотите закончить? Поэтому я советую всем подняться выше уровня животного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok